По специальности я биолог и, наверное, всю жизнь я работал биологом. То есть я, когда был ребенком, я ходил по озерам, собирал различных букашек. Мне это было очень интересно. Когда я пошел в школу, я попал в биолога-химический класс, естественно, выбрал. И поступил на БГФ, наше, где тоже на биологический факультет, на кафедру общей биологии и защитил диплом по улиткам, по моллюскам. Биология очень интересная тема. Есть столько, очень огромное количество видов организмов, которые мы не исследовали. У нас многоножек. Их никто практически не исследовал. Пауками тоже никто не занимался. Огромный плац знаний остался неуделен вниманиям. Сам по себе, помимо биологии, я интересуюсь историей. Мне очень нравится. Наверное, если бы я не стал биологом, я бы, скорее всего, стал историком. У меня дома есть коллекция исторических приметов. Достаточно большая коллекция. Более 9 тысяч экспонатов, которые связаны с различными этапами истории. Но обычно у меня где-то до 150 лет доходит на привал. Помимо этого, дома я также развожу некоторых животных. У меня есть тараканы. Это мадагаскарские, маленькие зеленые банановые тараканы, которые могут летать. Они, как бабочки, летят на яркий свет. Есть мраморные тараканы, которых я планирую развлечь в огромных количествах. Есть гигантские мадагаскарские слизни. Вот такие вот существа. Ну, пока они всего пара миллиметров. Раки есть. Пресноводные мраморные раки, которых я развожу. Помимо этого, есть две собаки. Иногда бывает казус, когда животные убегают. У меня были гигантские кипсики-многоножки. Они часто любили оставить побеги. Однажды жена надела свою босоножку и внутри свернулась в кольцо гигантская многоножка. Или там банановые тараканы вылетают, могут упасть в кофе. Ну, сейчас я разрабатываю более такую хорошую систему защиты от коллегов. Поэтому в последнее время меня никто не убегает. Они доставляют такие же эмоциональные радости, как и домашние животные более традиционного толка. Например, гигантские многоскарские слизи. Кинешь ему салат, он заползет, и салат будет есть. У него появляются эти вот антенны на глаза. Он кушает, ты это видишь, и это красиво. Иногда я хожу и провожу лекции со школьниками, с студентами. Последний раз меня приглашали в библиотеку, где я библиотеки читал. Лекции по насекомым. Я был толканистом. Это ролевое движение, до сих пор имею отношение, часть моего большого хобби. Мы проводим настольные игры. Раньше проводил полевые, когда время позволялось соединительство. Сейчас мы проводим так называемые театральные ролевые игры, где мы отыгрываем какого-то персонажа, определенный сюжет. Все это происходит в помещении. Мы в «Игры престолов» играем, например, регулярно собираемся и устраиваем, которые занимают несколько часов в нашей жизни. В свободное время мне нравится мобилизировать науку. Потому что сейчас очень много заблуждений, я стараюсь с ними сражаться. Проводил лекции в «Антикафе» «Тайм-аут». Это квест-выход был. Бесплатные лекции, где мы обсуждали генетику, ГМО, еба, пришли. Также на площадке «Ай-голова» мы проводили публичные лекции в библиотеке Пушкина. Людям нравится, это интересно. Всегда узнают много нового. Иногда, конечно, бывают бурные дискуссии. Например, защитники, противники вакцинации, с которыми я сражаюсь, потому что я как человек в науке считаю, что вакцины – это очень хороший способ защиты детей. Противники ГМО, их очень много. И мне нравится то, чем я занимаюсь. Это очень интересно. Сегодня молодой ученый, он, в принципе, такой же, как, наверное, и лет 20 назад, 30 назад. Только сейчас сегодня больше возможностей, больше информации. То есть достать информацию, если раньше было достаточно тяжело, сейчас, в принципе, открыл компьютер, у тебя весь мир на ладони. Я являюсь как бы по природному пути, и мне было бы интересно выезжать куда-то, обучаться, исследовать. Но я очень ценю дом, не знаю, вот у меня такая привычка. Ну, нужно возвращаться. То есть иметь свой дом, от которого можно потом путешествовать в разные точки. У меня главная цель, которой я стремлюсь, но пока у меня не получается, это, конечно, защита диссертации. Диссертация – это же не просто корочка, да? Это своеобразный, настоящий окно в науке. То есть, когда человек получает степень, он получает уважение, и он уже может открывать, заниматься наукой, тем, что хочет профессионально и быть признанным научным обществом. Ну, вот к этому я стремлюсь, собираю материал, пишу статьи. Ну, и в планах 35 лет у меня защита стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова